Займы под материнский капитал, выдача кредитов, суды под залог недвижимости. Подобных объявлений в СМИ масса. Но далеко не всем можно доверять, уверяют специалисты. Многие конторы просто разводят людей на деньги, причем даже не отрабатывая. Больше всего под сомнение попадают фирмы, где не указан ни адрес, ни реквизиты, а лишь контактные номеры заманчивают предложения о скидках. Именно их и обзванивали волонтеры. У вас можно получить займы под материнский капитал? Мы обгоняем целевой займ на 5-7 недвижимости или на строительство под материнский капитал. Простые потребительские, я не знаю. Сколько стоит ваша, так скажем, процедура? То есть какой-то вы процент берете? Развища займов под материнский капитал составляет 35 тысяч. Кстати, для сведения. Обналичить материнский капитал на приобретение жилья можно и бесплатно. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Но большинство граждан финансово неграмотны и готовы бросать внушительные суммы на ветер. Если человек потеряет 35 тысяч, это еще полбеды, говорят общественники. В край орудуют такие мошенники, которые вообще могут оставить без маткапитала. К нам даже обращалась одна женщина, которая обратилась вроде бы к риэлтору за помощью в получении наличности под залог маткапитала. Но риэлтор оказалась нечистая на руку и там уже каким-то образом даже обманула ее и отдала ей только 1150 из 450, которые обещала. Всего в рамках акции волонтеры просмотрели больше 400 газет и журналов за последние два месяца. У 16 контор признаки нелегального бизнеса налицо. Судить, насколько законную деятельность осуществляют эти фирмы, задача уже полиции. Волонтеры передали правоохранителям все записи телефонных разговоров. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...